МИД Узбекистана заявил, что в стране не собирают иранские дроны. Таджикистан получит 43 млн долларов для ремонта, повышения безопасности и надежности дорог на юге страны. Эта помощь от Азиатского банка развития дополняет текущий грантовый проект в размере 67,5 млн долларов. Часть этой безвозмездной помощи также будет направлена на расширение доступа женщин, проживающих вдоль участка дороги Окмазор-Бухтар, к социальной и экономической деятельности. Обучение будет проводиться с использованием мобильных телефонов и школьных мероприятий. Азиатский банк развития является крупнейшим многосторонним финансовым донором Таджикистана, который с 1998 года оказал республике помощь на сумму свыше 2,5 млрд долларов, в том числе в виде грантов. Лидер Национального альденса Таджикистана Мухиддин Кабери в своей онлайн-беседе заявил, что власти Таджикистана планируют инсценировать бунт среди заключенных. Лидер НАТС сообщил, что к ним поступила информация о запланированном бунте несколько дней назад и была тщательно проверена. Власти намерены организовать бунт в одной из тюрем страны. Мухиддин Кабери заявил, что власти в Таджикистане почти каждый год организуют и инсценируют так называемые беспорядки и массовые драки между заключенными в тюрьмах. Потом власти Таджикистана сообщают, что в тюрьмах страны произошел бунт и в каждом из них погибает несколько заключенных, иногда десятки. Обычно так называемые бунтовщики погибают во время подавления беспорядков или же им добавляют новые сроки. В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили, что Узбекистан не осуществляет с Ираном сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку иранской военной техники. Внешнеполитическое ведомство обратилось с просьбой к властям Украины не допускать распространения украинским медиа без основательных, как они говорят, обвинений. Как сообщает Узбекистан, Министерство иностранных дел Узбекистана вслед за Государственным комитетом обороны и промышленности выпустил заявление относительно слов украинского журналиста Дмитрия Гордона и израильского предпринимателя Леонида Невзлина о том, что Узбекистан якобы производит иранские дроны, которые используют в войне против Украины. В МИДе также уточнили, что до настоящего времени ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу сборки иранских дронов не поступало. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои мнения в комментариях. Встретимся скоро на канале Аздару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова